Итак, огромный привет моим любимым подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. Какое-то время назад на канале появлялся запрос рассказать, чем я сейчас пользуюсь. В общем, для ухода за собой я, конечно, хотела подготовиться к этому видео, чтобы выглядеть хорошо, но получилось, в общем, как всегда. Вот так вот, ничего страшного. Ладно, но если кто-то спрашивает, значит, кому-то действительно интересно. Покажу, что у меня сейчас есть. Луна! Можно не шуршать? Подожди, сейчас минут 15 и шурши сколько хочешь. Итак, начну обзор с вашей самой любимой темы, а именно с моих облезлых волосяк. Любо поухаживай, любо полечи, неприлично быть, неприлично жить вообще с такими волосами. Вы думаете, я ничего не делаю? Ну, такие волосы, они всегда не были супер. От чего это зависит? Скорее всего, ну, чего-то в организме не хватает, какая-то генетика. В общем, я ухаживаю. По-прежнему мою их тем же с шампунем, который я вам показывала в летнем обзоре. Это шампунь от Шосейда и серум Шосейда мне его подарил, в общем, этот комплект, набор, друг мужа, который работает парикмахером. Вот, используется очень экономично и до сих пор я его использую. Кто хочет вернуться к этому, посмотрите в летнем обзоре. Потому что я и так тащила, уже эти смыточки перегрузила в косметичку. Шампунь не стала тащить, тем более сейчас вышел только из душа, он все мокрый, там склизкая. Так, что еще? Еще была, у меня вот такая штука была и есть. Амос, она называется тоже профессиональная серия для волос. Это такой масляный серум, я его наношу, ну, иногда наношу на волосы. Он должен разглаживать, придавать сияние, вы где-нибудь видите, где оно здесь. То есть тоже достаточно хорошее, качественное средство, но, увы, что еще? Еще мне знакомые мужа дарили вот такие ампулки. Они, вроде как, не очень дорогие. Монспа называется. Репит Монспа Сенситив Витал Ампулы. Вот, ну, пшикается. В общем, корня вот так пшикается. Вот так вот это все, значит, массируется, массируется. Запах приятный. А где результат, девочки? Где результат? Так, ну, и последняя просто супер, значит, штука, которую мне приобрел муж, это вот такая вот электрорасческа. Он у меня, знаете, как старый дедок, любит смотреть вот эти, типа, как магазин на диване передачи. Тут в Корее тоже такие есть. Типа, позвоните по номеру такому-то, закажите сейчас и только сейчас. И вот сейчас, только сейчас, буквально там несколько дней назад, он заказал вот такую вот расческу. Magical Volume Brush. То есть магический объем. Магический объем. Работает, значит, расческа от розеточки. Работает она в двух режимах. Она, в принципе, достаточно недорогая. То есть это бюджетная вещь. То есть первый режимчик у нее такой расчесывание с теплым поддувом. То есть подсушивает волосы, как фен. И второй режимчик мы щелкаем. Расчесочка начинает адски нагреваться. Она помогает и просушить волосы. И вот так вот, вот такими вот различными движениями, да, вот приподнятию корней. Так, извините, но сейчас она уже остывшая. И сделать прикорневой объем. То есть помогает и посушить, и сделать прикорневой объем, и вытянуть. То есть заменяет еще и плойку. Вот если бы я, например, жила с мамой или с подружкой, и решила съезжать, а у нас, допустим, один фен на двоих, одна плойка на двоих. У меня, кстати, была как раз такая ситуация, когда давным-давно я съезжала от мамы. То есть я ей оставила и фен, и плойку, а себе пришлось покупать новый на тот момент супер бюджетный фен, супер бюджетную плойку. Если бы я знала тогда, что существуют такие расчески, а они сто пудов были, какие-нибудь китайские, можно было в день купить, я бы купила, потому что это все, это заменяет и фен, и плойку. Все, супер. Никаких лишних проводов, ничего. Вот одна расческа, и в ней и фен, и плойка. Все прекрасно. Вот только с этой точки зрения я рекомендую. В рекламе очень эффектно показано, как девушки с короткими стрижками коре укладывают с помощью вот этой расчески себе потрясающие волосы. Ну, это девушки-кореянки, у них большинство прекрасные, густые, роскошные волосы, черные, как черный густой, бархат какой-то, вот тяжелый бархат, красивый бархат. Вот, поэтому на них супер, но на мне, ну что, ну что. Ну, вещь классная, потому что теперь я не достаю ни фен, ни плойку, просто вот расчесочка, очень удобно. Так, что у меня для лица? Уход для лица сейчас похолодало, и я достала свою диопроуз, улиточную диопроузу, да, улиточная эмульсия, бюджетная корейская. Я ее еще покупала, находясь в России. Как вы знаете, раньше я пользовалась гранатой, гранатовая нравится мне гораздо больше. Это для меня жирновато, тяжеловато, поэтому вот только сейчас на холодное время года. это все. Вот такая вот улиточная, суперэкономичная, 380 миллилитров, большой объем. Я использую и на тело, и на лицо. Дает приятный блеск, питает. Вот, но все-таки гранатовая серия мне больше нравится. Кто меня давно смотрит, вы этот диопроуз уже давно видели у меня на канале. Так, что еще? Что интересного мне прикупил муж? Опять, знаете, из разряда магазин на диване. Так, где тут все отсвечивает? У меня такое освещение просто паршивая, розовая комната. Напишу название. В общем, это бальзамчик, это бальзамчик вот такого формата. Он похож на бальзам для губ, то есть как гигантский бальзам для губ выглядит, как гигантская помада такая, увлажнялка для губ. Но это не для губ, это универсальное, то есть для всего лица. Вот она мне как раз очень-очень понравилась. Посмотрите, какая жирнючка. Ой, какая жирнючка. Она действительно по своим свойствам, по внешнему виду, посмотрите. Она очень похожа на бальзам для губ гигантского размера. То есть тут много я уже сточила, как говорится, использовала. У меня еще есть второй. Расходуется достаточно экономично. Смотрите, как все сразу засияло, увлажнилось. Куда это наносится? Как показывали в рекламе, наносится это подглазки, наносится это носогубочки, наносится лоб и губы можно тоже. Но я на губы не наношу, только по контуру наношу, потому что как-то не очень мне к душе запах, не хочется, чтобы это попадало мне в рот. То есть для губ я использую обычную гигиеническую помаду. Очень классная штука, если у вас тонкая кожа, чувствительная к холодному ветру, к непогоде, и у вас такие заломы появляются. То есть летом вы ходите гладенькая, такая как помидорочка, а потом, как холодает, все, вы улыбнулись и лицо тресло. Вот я из этой категории, поэтому для меня это очень классная штука. Сейчас на 100% предохраняет вот эти вот зоны от заломов на холоде, от холодного ветра. То есть мажешь, действительно такой слой ложится, как слой бальзама. Плотно ложится. То есть эта штука ложится очень плотным таким слоем, толстым и не заламываются вот тут глазки. То есть, соответственно, не получается таких морщин до висков. А у меня, если действительно не защитить эту зону, я улыбаюсь на холоде, и у меня просто вот как будто растрескивается до висков, как будто у меня морщины до висков. Вот у меня последний раз такое было, когда я в Москве была, как раз улаживала вот эти все вопросы за документами, с переездом. То есть мне климат очень не подошел, у меня прям реально такие морщины были кошмарные, просто до висков растрескивались. Вот это супер штука для таких вот, как мы. Да, и носогубочки не заламываются, и вот тут вот не заламываются. Супер все. Ну и губы можно тоже как бальзамом и на лбу. Лоб особо мне значения не имеет, а вот тут вот и носогубки просто суперская вещь. Напишу название на экране, 9 грамм. В принципе, нормально. Расход очень экономичный. Вторую даже не открывала. Так, дальше губы. Губы, как вы знаете, я уже несколько лет крашу только тинтом. Так, ну что ты, фокусируйся. Ну что такое? Вот такой вот тинт на водной основе. Цвет клубничный розовый называется. Это новенький, старенький. Закончился. Я старенький принесла. Ну не закончился, почти закончился. Про расход. Покупала я в прошлом году, когда здесь была в Корее. Когда летом, наверное. И вот этой осенью я купила новый. То есть больше года тинт служил мне на водной основе. Где-то он в переводе на рубли будет 450 рублей. Больше года. Период больше года хватает. Хотя я даже дома иногда подкрашиваю губки им для яркости. Если кто-то впервые видит такой продукт, как он работает, он не создает никакого покрытия наследнистого, жирного или липкого. Это просто пигмент, который впитывается в губы и дает цвет. Единственное правило использования тинта, чтобы не было с ним проблем, у вас должны быть губы всегда в хорошем состоянии. То есть у вас лучшая подружка должна быть гигиеническая помада. Вы пользуетесь ею не вместе с тинтом, вы пользуетесь ею без тинта. Например, вы смыли макияж, пришли домой, смыли макияж, гигиеничку сразу на губы. Вы ложитесь спать, рядом с кроватью у вас гигиеническая помада сразу на губы. Вы почувствуете какую-то сухость губ, гигиеническую помаду сразу на губы. Потому что тинт терпеть не может неухоженных губ, то есть подсохших, растрескавшихся. Почему? Он не ляжет ровно. Он западет в складки, будет такое ощущение, что вы обкусали себе губы. Вот. Он ложится на ухоженные губы. В принципе, ничего сложного. Я вот просто держу под рукой гигиеническую помаду и где-то раз в два в день гигиеническую помаду наношу. И обязательно перед сном наношу. Вот так вот, даже чуть-чуть заходя за контур губ. Все, отлично. И вот он прекрасно ложится. Так, декоративка. Даже не знаю, стоит ли делать какой-то особый акцент на декоративной косметике, потому что я использую ее практически минимально. Это не входит в мой повседневный макияж. Мой повседневный макияж входит в сноунтинт. А, чем я сейчас... А, кстати, да, покрытие для лица. Покрываю лицо. Вот у мужа своровала. Это серия Foment называется. Два в одном увлажнение и отбеливание. Я использую... Ну тут, извините за неряшливый вид. Такая вот белила такое просто. Это не как тоналка, не как CC, BB. Ну что-то вот такое с легким немножечко таким отбеливающим эффектом. Ну, вот. Как бы она особо не липнет. Это уже вы видели в моем старом обзоре. Вот. Это по поводу покрытия. Ну и все. И тинт на губки. Это вот мой стандартный повседневный макияж. Реже я использую декоративную косметику. Если есть какой-то повод, есть настроение. Может быть, иду куда-то в гости. Хоть хочу выглядеть чуть-чуть поярче. Уже второй год подряд покупаю дешевенькую тушь. Здесь в Корее, в Dice, тушь называется Idol. Стоит она 180 рублей. Тоже очень долго у меня держалась. В смысле, очень экономично расходуется. И вот такой вот лайнер, подводочка. Тоже из местного магазина Dice. Тоже 3000, это где-то 180 рублей. Самая лучшая дешевая подводка, которую я только встречала в своей жизни. Это просто супер-супер экономично расходуется. Хорошо ложится и вообще не стирается. Удивительно. За 180 рублей корейцы смогли сделать совершенно потрясающую подводку. У нас и за 500, и за 1000 не всегда такую купишь. Будет то либо жирная, то либо мажется, то быстро засыхает. А это просто вот потрясающая вот такая вот подводочка. Очень мне нравится. Дешево и сердито. И очень тоже экономный расход хорошо держится. Что еще я использую? У меня брови бледноваты немножко. Поэтому карандашик для бровей. Тоже прошлогодний, старенький. Самый светлый тон. Я использую 0,1. Вот он сейчас на бровях на моих. Такой натуральный цвет. И еще ходила на свадьбу, когда купила себе зачем-то карандаш губы подводить. Вот один раз подвела. Может быть еще когда-нибудь буду подводить. Вот такой вот цвет. Довольно сдержанный. Немножко коралловый напоминает. Все. Это весь мой арсенал красоты. Больше ничего нету. А, как нету, вружка. Помните, Натюр Репаблик, вот этот вот набор теней, муж дарил. В прошлом году называется винтажные цветы, 0,2 оттенок Натюр Репаблик, винтажные цветы. Я использую из этого, но это вообще не угадало с цветами, но мужчины, ну простительно. Я использую иногда вот этот бежевый. Вот сюда наношу до середины. И вот этот вот, он смотрится как теплый розоватый. Такой немножко розоватый, видите? Это вот сюда. Вот сейчас у меня как раз они вот здесь. Сейчас вот зимой буду пользоваться, потому что, чтобы была такая приятная розовиночка на коже, чтобы не быть синей. А то у меня такая кожа тонкая, что я могу, знаете, посинеть, вся побледнеть на холоде. Вот так вот буду себя немножечко розовенькой такой делать, как у меня кот там в лотке роется. Так, я вернулась, обслужила кота. Ну и все, на этом мой обзор закончен. В принципе, все показала. Не знаю, что еще показать. Может быть, дезодорант только остался. У меня вот такой вот Нивея Экстра Уайт, 48 часов. Я, кстати, отношусь к той категории людей, у которых действительно дезодорант работает 48 часов. То есть, если я побрызгалась, ну это где-то раз в два, раз в два дня. Вот. Итак, надеюсь, было интересно тем, кто спрашивал, тем, кто интересовался. Всем огромное спасибо. Не забывайте ставить лайки, поддерживать мой канал. Спасибо всем, кто поддерживает мой канал и смотрит меня. Люблю, целую. Пока-пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok